Девушки отдыхают Ах, вы неуклюжие болваны, беспомощные растяпы Но, Тони, это реально тяжело Тяжело? Знаешь, что тяжело? Быть гением, которого окружают болваны Но правда, как мы будем играть в футбол? Если даже на ногах стоять не можем Да, Тони, я как будто вообще с собой не управлял Ну все, мое устройство будет работать Нужно только найти испытуемого, который поможет его откалибровать Нет Но нет Что-то рядом, но... А вот и победитель А под победителем я имею в виду неудачника Суперстрайкеры Магнитный норд Суперстрайкеры Парни, вы в отличной форме На сегодня все Спасибо, тренер Шик Жду вас на стадионе в понедельник Ого, ребята Мне кажется, или это была самая жаркая тренировка за все время Да С меня семь потов сошло Вот бы сейчас охладиться Ого, вот бы у кого-то из нас был дома бассейн С водопадом, невидимыми краями и крытой горкой Она самая. Спорим, я первый приеду? Не так быстро. Ладно. Пусть все решит моя эксклюзивная эль-мата-монета. Эль-мата-лицо, едем плавать. Эль-мата-хвост, вы проиграли. Лицо. Здравствуйте. Отлично, приятель. Привет, Бруно. Соскучился? Пора домой. Эй, осторожно! А-а-а! Бруно, ты в порядке? Тебе не больно? Ха-ха, радикально. Йоу, эта Крока стильная. Серьезно, Шейкс? Крокис не ходил. Я одолжил ее у Клауса. Мне ее подарили в пять лет. И, похоже, ты с тех пор на ней не ездил. Да, у меня особо не получалось, поэтому я пересел на два колеса. Вместо того, чтобы подкалывать, лучше бы научил чему-нибудь. Ну, я бы мог бы показать тебе пару трюков, но... Только если не отстанешь! Да! Шовыт! Харвинг! Кикфлип! Гост Оли играет! Твистинг-скейтер! Так-то! Думал, я не поспею. Неплохо, Шейкс, но лучше вернуться к основам. А для этого нет места лучше, чем магазин скейтов четкий Оли. Оригинальная доска Крокис не ходила? Четко. Правда? Нет. Я тебе намекал, Шейкс. Короче, подберешь ему новую доску. Крутой рисунок, пятьдесят вторые колеса. Ага, стартовый набор салаги. Салаги? Да ладно! Скажи, что я не салага! Эээ, ну как сказать? Мистер Шоу? Он самый? Ого, а эта доска довольно крутая. Что-что? Лос-Анджелеская Академия Электромагнитных Технологий. Нам нужна ваша помощь с испытанием новой магнитной обуви. Нет, чувак, меня это не интересует. Нет, правда. Вы единственные, кто обладает необходимыми нам навыками скейтбординга и... Эээ... Скейтбординга и... Только скейтбординга. Ну, и что надо делать? Доска, крепление, колеса, шлем, защита и... Журнал Шафит. Да, ну, это невозможно. Короче, если тебя не интересует передовое изобретение для скейтбординга, думаю, мы можем позвонить Ликвиду. Придется перенести наш урок, но можешь посмотреть разворот в журнале. Там трюки, которые должен знать каждый салага. Я в деле. Отлично! Это будет самый крутой опыт в моей жизни! Можно? Думаю, мне никогда не надоест этот бассейн. Это да, но что со старым бассейном? Он без воды. Решаю, сделать ли из него гараж для парковки или наполнить Эль Мата монетами и купаться в них. Эль Мата монетами? Ты вроде говорил, что она эксклюзивная. Так и есть. Значит, гараж. Рад, что ты пришел. Привет, Шейкс! И теперь у нас скейтер! Или человек-ядро. Очень смешно. Где Нордшоу? О, он выехал из города. У него намечается самый крутой опыт в его жизни. На него это похоже. Может, реактивный серфинг? А ну, скорее прыжок из стратосферы. Ха! Думаю, это страто. Страто... Ну, вы поняли. А-а-а! Трюки для любого чайника. Начните со снов. О, скучно. Вау. Добро пожаловать в Лос-Анджелесскую Академию Электромагнитных Технологий. Спасибо. Но, знаете, название у вас слишком лузерское. Я не хочу придираться, но вы заставили меня тащиться в Лос-Анджелес, только чтобы я прокатился на рампе. Кхм-кхм. Ого! Ого! Так значит, вы не вешали мне лапшу? Бесколесная технология? Это реально новый уровень в мире скейтбординга! Рано об этом говорить, мистер Шоу. Академия не смогла подобрать нормальное соотношение свинца, потому что у испытуемых не получалось нормально держать равновесие. Нам нужен скейтер с отточенными навыками, который поможет откалибровать взаимодействие металла с магнитным полем Земли. Ну тогда вы по адресу. За работу! Пора поскейтить. Ого! Да, 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 да! Ого! 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 Извини, чувак. Лучше бы позвонил Ликвида. Напротив, калибровка уже закончена. Теперь проблем не будет. Слушай, я не хочу травмироваться. Через неделю у меня матч с техникали. Попробуйте прокатиться, мистер Шоу. У-ху! Попробуйте проехать по Боулу небольшой дугой. Да! Ха-ха-ха! У-ху-ху! Чувак! Так, и еще. Весь этот наш небольшой эксперимент находится под строгой секретностью. Распишитесь здесь. Ха-ха! Твой секрет умрет со мной! Вот и финальный свисток, знаменующий огромный апсет на стадионе ХАП. Впервые вижу, что мы техникали двигались так быстро. Юнайтед просто шокировали. Вот что техникали сделали с Инвинсибл Юнайтед на прошлой неделе. А если парни в желтом победят нас, мы потеряем место на вершине таблицы. Ладно, тренер, и какой план? Как мы их победим? Я подготовил программу тренировок. Улучшим скорость, передачи и коммуникацию. Тестировал очки для ночного катания на лыжах? Да движись! Я подписал договор о неразглашении. Что ты там подписал? Отстаньте от него, парни. Его достали ваши постоянные расспросы. Это камера антигравитации? Винг-сьют из паутин? Чуваки, я ничего вам не расскажу. Не о том, кто это был, где это было и когда. Приземляемся в международном аэропорту Лос-Анджелеса. С возвращением, мистер Шоу. Вот мы и узнали, где. Хватит уже задавать вопросы, блин! У вас будет время поугадывать в гостинице. Потому что вы все под домашним арестом. Ай, да ладно! Мы же в Лос-Анджелесе! Подогнать вам машину, сэп! Нет, спасибо! У меня свои колеса, чувак! Черт, да ладно! Вот бы еще хоть раз прокатиться! На чем это прокатиться? О, теперь ты за мной следишь! Да нет, я просто на скейте кататься учусь. А, конечно! Ух ты, думаю, в этот ангар поместилась бы труба для скайдайвинга. Хорошая попытка. Или это был бейс-джампинг? Не скажу! А может... Эй! Да, вижу нарушителей. Вперед, за ними! Ты хотел поучиться, Шейкс? Первый трюк, я называю Санни! Есть! Эй, это вам не скейт-парк! Ооооо! Ха-ха-ха! Дааа! Оооо! Оооо! Эй! Ооо! Ооо! Ха-ха-ха! Оооо! Ха-ха-ха! Ну, поехали! Ооо! 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 Попался! Отлично получился трюк, Шейкс! Да! Как вы и сказали, у одного растрёпанные волосы, а у другого... Да, вы правы. Сомневаюсь, что для этого есть название. Скейтинг! Это не преступление, офицеры! Это вас. Ооо! Возвращайтесь с гостиницу немедленно! Шовет в грайнд пятьдесят на пятьдесят с флипом после приземления? О, да. Крутой трюк! А рассказать всем о складе – подлый трюк! Извини, Норт. Я думал, это их хоть немного угомонит. Но нам стало только интереснее! Там был бассейн для кайтбординга, линг-сьют из паути... И дальше шаг большой! А может, это было огромное, супер-современное отвлечение перед важным матчем? Эээээ... Техникали в прекрасной форме. Но с вашей скоростью и ловкостью вы сможете с ними справиться. С нашей скоростью и ловкостью... Они не смогут нас остановить. Извините, что сомневались в Эстоне. Ваше новое изобретение – это просто нечто! Спасибо, благодарю. А теперь идите на поле и покажите, что умеете! Покажем им! А под тем, что вы умеете, я подразумеваю то, что я вам дал! Не так уж это иродно! Не пойму, как Инвинсибл Юнайтед могли им проиграть! Да! Ну все, пасуй мне! Что?! Джон Джонсон младший проносится словно синяя молния! Ого… Это похоже на Шоффит! Слишком много думай о скейтинге! Олли… Харвин! Кикфлип! Тайм почти закончился. И ничто не способно остановить парящих парней в жёлтом. У-ху! Блин, что же я наделал? Так, чуваки, сейчас я расскажу вам про ту штуку. Что? Правда? Время ты выбрал. Плохое. Это винг-сьют из паутины. Скорее, это гидроцикл амфибия. Я решу этот вопрос монетой. Короче, я не сноукайлел, винг-сьютил или хайлайнел. Меня пригласили откалибровать бесколёсный халф-пайп. Но это рампа без скейтбордов, где ездишь на магнитной подушке в обуви. Так вот, что было на складе. Я почти угадал. Офигеть! Да ладно! А попробовать можно? Да. Где сейчас эта штука? Ага, она прямо здесь. Это хаб. И кому ты там помогал? Мужику, который сказал, что проводит исследование. Исследование для техникалей. Ты помог нашим соперникам сделать бутсы, которые позволяют им летать? Какого чужого дела? Из-за тебя нас размажут на поле. Извините, парни. Я тогда не знал, что помогаю им. Эй, это случилось только потому, что ты крутой скейтер и футболист. Хм. Вот бы у тебя были металлические бутсы. Эй, Эль Матачелл. Сколько у тебя ещё этих монет? Всего одна, Норт. Они распроданы. Очевидно же. Эль Матадор. Кому-нибудь нужна эксклюзивная монетка? Их произвели всего миллион. Шикарно! Что ты творишь? О, какое чудовищное варварство. Нет, с помощью этого мы с Салагой. Салагой? Ладно, мы с этим скейтером-любителем отплатим техникалей их же монетой, так сказать. Вот и начался второй тайм. Надеюсь, суперстрайкеры что-то придумали. Дисциплинарный совет? Да, я бы хотел доложить о кое-каких странностях. Большая часть суперстрайкеров ушла в защиту, а у Шейкса появился новый напарник. Норт-шоу? Довольно необычный подход, но, пожалуй, это именно то, что сейчас нужно суперстрайкерам. Оли? Держу тебя, чувак. У нас получится. Обе команды начали показывать потрясающую игру. Что? Откуда у них металлические бутсы? Хм, да неважно. Ну, арт-шоу просто упускает мяч. И они сразу же его отнимают. Наконец-то у суперстрайкеров стало что-то получаться. Ого, Мак, сколько голов. Ну, а теперь качество игры сменилось с потрясающей до ужасающей. Слишком сильное притяжение, чувак. Сбросим немного монет. Уже сбросил? Ого, не такой ты, оказывается, любитель Шейкс. Вспомни про Санни, чувак. Санни! Гоу! Суперстрайки побеждают. Феноменальный камбэк. Ну что, пока. Извините, тренер, но единственная странность здесь. Вот это. Бутсы, наполненные монетами. Довольно необычно, но не запрещено. Поедем в бассейн? Ха, Эльма-то хвост. Она была в бутсах у Шейкс. Я же просил вас сжечь испорченные монеты. Нет, забирай их все. Нет, 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 нет. От них воняет ногами. Ну что, готовьтесь к тренировке. Ну, Тони, кто тренируется сразу после матча? Пожалуйста, опусти нас. Зачем? Это единственный для вас способ попасть на вершину Суперлиги. Ладно, я передумал. Эль Матадор, он лучший игрок. Он самый. Ха-ха-ха. В Суперлиге перерыв на неделю, и мои ноги могут наконец-то нормально загореть. Суперлиге перерыв на неделю. Вы все суперталантливые, но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, кто из вас лучший? Что ж, вот ваш шанс это выяснить. Все, что вам нужно сделать, это снять свой самый крутой финт и выложить в сеть. Футболист, который наберет больше всего просмотров, выиграет главный приз. Суперстрайкеры. Самый крутой финт. Суперстрайкер. И главный приз это... Прототип суперкара будущего. Максимо Толяно. Максимо существует? Его разрабатывали космические инженеры. Он такой быстрый. Он такой мощный. Он такой роскошный. И он будет моим. Хм, вы все мне отвратительны. Особенно ты, Бруно. Прием заявок заканчивается за сутки до церемонии награждения. Хо-хо-хо. Я буду твоим оператором. Я уже вижу, как это будет. Сначала ты... Нет уж, Спенс. Тренер сказал нам отдохнуть на этой неделе. Никакого футбола. Да-да. Даже в Суперлигу 4000 не сыграешь. Хм, ну извини. К твоему сведению, это... Скукотища! Нас приглашают на барбекю домой к танцующему Расте. Ха-ха, то есть меня приглашают. Да ну, я хочу глянуть, какие финты снимут другие суперстракеры. Они профессиональные футболисты и не буду тратить время на дурацкие видео с финтами. О-да! 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 О-у-у! О-у-у! Ты же и не попал по банке, Скара! Все потому, что я метил фонтан! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ух ты! Мисс Альтиво! Только гляньте на эти финты! Но Шейкс свое видео так и не прислал! Зачем нам вообще, Шейкс? Видео присылают одно за другим. Зрители заинтересованы. Тысячи просмотров! Тысячи? Деван, кошки в пижамах Сьюзен собирают миллионы просмотров за день! Молодец, Сьюзен! Спасибо, мисс Альтиво! Спасибо, мисс Альтиво! Цель Альтиво Энтертейнмент – это не тысячи просмотров. Ладно. Нам нужно внимание всего мира, чтобы нас крутили на каждом экране! И как, по-твоему, мы этого добьемся? Э-э-э, коты? Знаменитости? Смешное видео? Смешное видео с котами знаменитости? Нет. Конфликты, Деван. Миру нравятся конфликты. Так, кажется, у меня получилось. Что это за... Что это, Тайгер? Да, Тайгер, не объяснишь, что это? Мой финт – это последовательность маленьких финтов. Все это требует креативности, планирования и идеального просчета. О-о-о! О-о-о! Мой гребешок? Я его везде искал! Каждый этап зависит от выполнения предыдущего. Малейшая ошибка в расчетах и... О-о-о! А-а-а! О-о-о! О-о-о-о! Почти, Тайгер! Вот облом! Ребята, мисс Альтива сейчас объявит три лучших финта. Ваши видео с финтами уже взорвали интернет. Сейчас вы узнаете тикающий топ-3. Тренер. Надеюсь, этот конкурс не помешает вам отдохнуть перед матчем с Юнайтед. Нет, нет, мы не напрягаемся. Просто пар спускаем. Это тоже отдых. Хорошо. Ну, отойдите. Мне ничего не видно. Итак, не будем же тянуть. Три. Норт-шоу. Наш экстремальный блондин. Чуваки, как вам такое? Да, здорово. Это же я. Эль Матадор. Стрельба по глиняным голубям в стиле Эль Матадора. Давай. Слишком просто. Как же это было трудно. 126 кадров, но я наконец-то... Мы же можем вырезать последнюю часть, да? Плохо. Ребята, мясо готово. Так что ловите. Один. Да вы прикалывались, Гарра. Только да, блин. Узрите мою крутость. Ну, такое. Да, видел и покручил. Это самый унылый финт. И почему он на первом месте? Эй, мне кажется, или что-то горит? Аж в носу щипят. Ничего себе! Он бросил тебя вырезать. Это довольно весело. Селить, это просто так не оставишь, да? Только не говори, что он тебя не зацепил, а? Ладно. Дайте мне мяч. Вот так. Главное, сними это с хорошей высоты, Спенс. Да! Да, это было бы плохо. Ты старался. Вряд ли это сравнится с Видео Скарой, но сойдет. Ничего себе! Высов принят, Спарой. У-ху-ху. Наконец-то Шейкс в деле. Ну, и что будем делать, Дэван? Праздновать? Можем накупить шариков, а Сьюзен приготовит торт и украсит его. Нет, Дэван, мы инициировали конфликт. Теперь пришло время накалить градус. И я знаю, кто может в этом помочь. Йоу! Хотите, чтобы видео набрало просмотры и завирусилось? Тогда вы пришли по адресу. Меня зовут Джорди, и я ваш проводник к интернет-славе. Самое главное в видео с вашим финтом – это зрелищность. Оно должно выглядеть круто, горячо, странно, по-дурацки, рисково. Оно! У-а-а! У-а-а! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Дальше. Для бурной реакции зрителей вы сами должны среагировать. И есть только две подходящих реакции. Уверенное безразличие типа «Крутой чел» или «Дикая радость». Вы должны сходить с ума! Да! И последнее. Зацепи соперника, зацепи наверняка. Запиши на него тис, пусть глаза опускает вниз. Супер! Давайте сделаем это, ниндзя. Ниндзя? Ну ты чего? Не страшно, если не умеешь читать рэп? Ах, да ну тебе. Все твои финты убогие, как и ты на свалку вали. Ту что? Очень вдали от карьеры крутой и разных кубков на поле футбольном. О, да! Ты трясешься от холода, да! Или же испуг? Ха-ха-ха! Одолел тебя, мой друг. Ты ведь как ежик, вы с ним похожи. Это тебе, да тебе. Ты сгоришь в огне, Сидя с джойстиком там на диване. Да! Скара в очередной раз всех уделал! Ах, Деван. Пойми же, веселье только начинается. Вы готовы, ребята? И... Мотор! Ха-ха! Считаешь, ты остряк? Распрожег мне ноздри? Так? Ты так старался, Скара, но ты слабак. Да, да. Слушай, сюда, дружок. Слобы плюешься, но ты смешон. Ты что-то там сказал про технику? Так вот она посеет панику. И поверь, друг, ведь я не лгу. Даже не сомневайся, тут всем управляю. А-а-а. Чё как, чувак? Прекращай свой рыпак, но у меня к тебе один вопрос. Почему ты не отдыхаешь дома, как я приказал? Тренер, если я не запишу это видео, Скара выиграет конкурс. Крайний срок сегодня. А игра с Юнайтед завтра. Что для тебя важнее, Шейкс? Ну же, Шейкс, где же ты? Есть! Время вышло, и у нас есть победитель. Что ж, правило есть правило. Можно собирать вещи, разъезжаться по домам и отдыхать. Ну, я уже три дня нормально не спал. Нет, Деван, конкурс проводит наша компания. А значит, мы устанавливаем правила. День матча в Страйкерленде. В городе собрались все звёзды на церемонию награждения этим вечером. Вполне очевидно, кто одержит победу. У суперстрайкеров будет преимущество и... Да я не про игру, Риану, а про конкурс покажи свой финн. А, да. Скара на голову всех обошёл. Хм, поверить не могу. Я так старался, а этот сопляк всё равно меня обошёл. А мне всё равно кто победит. Я просто хочу хорошенько развлечься. Знаете, ребята, хоть Скара и выиграет машину, я рад, что этот конкурс закончился. Ха, я тоже рад, Шейкс. Да, вы со Скарой сильно сцепились. Ты же рэп зачитал. Да уж, чем вообще мы думали? А? Вы видели финты, триумфы и падения. Но двое игроков были лучше остальных. Поэтому для того, чтобы определить настоящего победителя, мы решили продлить крайний срок до сегодняшней церемонии. Не волнуйтесь, тренер. И не забывайте, победитель нашего конкурса определяется количеством просмотров, поэтому пересмотрите видео своего фаворита. Что ты там делаешь, Мак? Ничего, Брэнда. Смотри, игра началась. Хорошая стратегия атаки. Эль Матадор в опасной зоне. Ого, какое напряженное начало матча. Но, похоже, фанатам он неинтересен. Это совершенно неприемлемо, Брэнда. Ха-ха-ха. У меня есть план, который поможет отвлекать Шейкса. Эй! Дума пасует Скаре. Эй, Норд, зацени мой новый финт. Ах, чувак! Феноменальные навыки показывает Скар. Но гол ему забить не удалось. Идеально. Есть! Твой ход, Шейкс. Ну ладно. Ха-ха-ха-ха. Твой ход, Шейкс. Своими финтами ты должен отвлекать от игры Шейкса, а не себя. Да пофиг. Я не позволю Шейксу одержать победу в конкурсе. Нет! Мяч попадает в перекладину. Дума отталкивает Скару со своего пути. Прицелится поворотом. Да! Гол! То есть... Гол! Нет! Тренер меня заменяет! Нет, Шейкс. По крайней мере, пока. Ребята, слушайте. Я был немного эгоистичен. Скорее, невероятно эгоистичен. Ладно, извините. Но у меня есть идея. Помните финт, который хотел снять Твистен Тайгер? Да! Гребешок мне так и не вернул. Короче, благодаря этому конкурсу мы все выучили новые финты, так? Интересное начало от суперстрайкеров. Они отдают мяч обратно в защиту. Креативность, планирование и идеальный просчет. Ладно, Блок, давай! Принимай, Капитент! Мясо с барбекю! Осторожно! Горячее! Что? Огонь! Принимай шейк! Огонь! Что это было? Это фильм под названием «Командная работа». Так-то лучше, Шейкс. Спасибо, что лишил нас шанса на победу. И, похоже, все твои старания были зазря. Что? Это несправедливо. Шейксу помогала вся его команда. Мистер Скара, мы тоже могли бы вам помочь? А ты кто такой? До скорого, Бруно. На церемонии награждения атмосфера наэлектризована. Мак, может, хоть на минуту перестанешь комментировать? Можно хотя бы упомянуть тот факт, что Скара не пришел. Его можно понять. Шейкс победил? Сталиано тебе очень подходит, друг мой. Вы оба единственные в своем роде. Думаю, у меня есть шанс. Думаю, ты хотел сказать, у нас есть шанс. Общий финт – общая машина. Чур, я по субботам, а я по вторникам. Дамы и господа, занимайте свои места и приготовьтесь к церемонии награждения конкурса. Покажи свой финт! Забыл сказать, что было после игры. Мисс Альтиво предложила мне снять новое видео. Офигеть, да? Давайте посмотрим финальный счет. Стоп, стоп, стоп. Организатор конкурса предложила тебе помощь. Похоже, у нас есть очевидный победитель. И ты не думаешь, что она могла предложить ее кому-то еще? И победитель конкурса… Погодите! Остановите все! Что? Какой непредсказуемый визит, мистер Скара. Извините за опоздание. Пришлось взять такси, потому что сегодня я поеду домой на Сталиано. Ну, не знаю. Результаты нашего конкурса пока еще не оглашены. Загрузи-ка видео, Дэвон. Новое видео от Скары? Не буду смотреть! Не буду смо-треть! Бонжур, месье! Отвали от меня позер, с мордой как у обосы. О, Париж! Меня здесь любят! Короче, вот вам мой новый финт. Я назвал его «Сходить выбросить мусор». Вот это да! Вот это финт! Ура, Скара, ты победил! В Париж и обратно всего за два часа. Это спецэффекты. У тебя прирожденный талант. Не говори, я во Франции не был-то никогда. Все, что нужно Альтива, это больше просмотров. И смотри, это работает. Молодец, Дэвон. Я молодец? Она сказала, что я молодец. Она сказала, что я молодец! Похоже, у нас определился победитель. Скара! Представляем вам Максилу Стелиану! Нет! Похоже, Скара не единственный, кто научился выставлять кадр. Ладно, Скара снял фальшивое видео, но настоящей фальшивкой оказался я. Извините, что втянул вас в это. Ничего, не переживай. Слушайте, всех нас время от времени заносит, верно? О, вот и моя машина. А, ниндзя, никому нет дела до твоего роскошного лимона. О, Бруно! Бруно! Где ты, Бруно? Что? Что же я наделал? Бруно? Он в своем репертуаре. Он как всегда. Ну, у вас неудачники, я сваливаю. Смотри на эту машинку, Мил-Мил. Это самая милая машинка, которую я видела. О, смотри, какая большая киса. Гардеробщик, тащи сюда самую большую пижаму. Четыре матча в Суперлиге, и каждый раз тебя признавали лучшим игроком матча. Каково это быть в центре внимания, Макс Пауэр? Честно говоря, не особо приятно. И почему же Макс? Неловко, что я занял место Скара. Он ведь травмировался. Неловко ему, видите ли. Ха! Вот же придурок. Моя травма помогла мне сблизиться с нуждающимися. Суперзвездами с легкими травмами? Винс рисковал, дав мне шанс в Инвинсибл Юнайтед. Я не хотел его подвести. Я уверен, ты не подведешь. Однако у тебя есть конкурент. Ты серьезно? В Суперлиге есть игрок, который пять раз получал приз лучший игрок матча за этот сезон. И это Шейкс из Суперстрайтера. Шейкс Лунджи! Ну что ж, Роб, тогда мы посмотрим, кто кого. О да, мы посмотрим. Признавайся, Макс, как тебе удается так быстро бегать весь матч? Ну уж нет, Роб, это строго засекречено. Шейкс! Домой идешь? Да, конечно. Да ладно, мы понимаем, Шейкс. У тебя появился новый соперник. Но, чувак, ты будто помешался. Что? Ну да, решил я провести небольшое исследование. Небольшое исследование? Да, Шейкс, ты вывел это соперничество на новый уровень. Хе-хе-хе-хе. Что? Суперстрайкеры. Идеальный матч. Суперстрайкер! О, Шейкс, ты провел здесь всю ночь? Эээ, похоже, ты тут не сидел. Пизделок. Похоже, это уже серьезно, Шейкс. Знаю, знаю, это может выглядеть немного безумно. Да ладно, где ты вообще это откопал? Ты копался в его мусоре? О человеке много можно узнать по мусору, ясно? Эээ, эээ. Блок прав, почему для тебя это так важно, Шейкс? Эээ, я просто собираю информацию перед матчем. Если ты хочешь что-то собирать, то почему бы не собрать коллекцию временных тату Суперлиги? Они продаются вместе со жвачками. Бабушка Блока прислала целую коробку из бресловий. Да, это как жевать старый бинт. Да и тату дурацкие. Дешевая подчета. Да, и рисунки на нас не похожи. Шейки, ну хоть прическу тебе сделали получше. Эль Мотошоу? Это не смешно. Лесквидо! Хе-хе-хе, а это прикольно. Хе, Клаус, а это пустая. О, это Инвизибл Юнайтед. Очень редкая. Но они используют промышленный клей, который не сдирается. Пришлось скрести руку минут 20. Это еще что? Зацените мою ногу. И мою спину. И мой зад. Воу-воу-воу. Если мы хотим победить Инвизибл Юнайтед, мы должны провести исследование как команда. Идут последние минуты этого матча. Тактика Пальментиери пока не приносит плодов. А новый нападающий Юнайтед не опускает планку. Это Макс Пауэр! Ха! Приглашений 23. Принятых ноль. Защитники за ним просто не успевают. Мяч будто прилип к его ногам. Гол! Ничего себе! И у него еще остались силы на акробатическое празднование гола. Лучшим игроком матча объявляется Макс Пауэр. Уже пятая статуэтка за пять матчей у нового нападающего Юнайтед. Парнишка, настоящий талант. Ха! Любой сможет выиграть этот приз, если ему все время посудят. Отвали, Скоро! Что, улыбчивая мордаха теперь ваш новый любимчик? Слушай, друг, я тоже когда-то травмировался. Это так огорчает. Слышал про твой благотворительный вечер. Это информационная кампания, чтобы привлечь внимание к страдающим людям вроде меня. Звучит здорово. Я приду. Ага, как скажешь. Молодец, что успокоил его. Но будь осторожен. Никто не должен узнать. Даже Скоро. Не волнуйтесь, босс. У меня все под контролем. Благодаря выносливости Макса Пауэра, Юнайтед выигрывает матч в последние десять минут. Нужно определить, кто из вас сможет поспевать за ним до конца. Но, тренер, где танцующий Раста? Проф называет это эмуляционным тренажером активности. Но я предпочитаю называть его стаминатор. Крутой тренажер, тренер. Все будто по-настоящему. Но что насчет наших противников? Да, точно. Уклоняйся, иначе потеряешь очки. И когда достигнешь предела, жми на кнопку «Стоп». Мой пальчик! Бедный Теодор. Его крошечный ноготок сломался. Извините, посторонитесь. Простите. Ой, так, в стороночку. Как вам тренер? Семьдесят шесть минут пиковой скорости. Но после этого показатели падали. Макс в это время только набирает. Не волнуйтесь, ребята. Я все выясню. Ребята, помогите. Эль Теодор. Чувак, ты разнулся прямо как информационная компания «Скары». Двадцать четыре мини-матча по футболу за сутки. Чтобы привлечь внимание к звездам с легкими травмами. Похоже, стоящее мероприятие. Пойдемте. Больно надо, Эль Матачелл. Там будет Макс Пауэр и другие игроки из лиги. Удачи всем этим ребятам. Да ладно вам. Не заставляйте нас с Теодором идти одним. Ребята, Шейкс! Смотреть на эту высокомерную чепуху? Нет, спасибо. О, так вот почему ты так хочешь выиграть статуэтку «Лучший игрок матча». Он всегда со мной. Твой отец говорил, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Может, Эль Матадор прав. И если ты сблизишься с парнем, которому ведут все нити, то сможешь в итоге его одолеть. Шейкс? Ух ты, никогда бы не подумал, что буду вроде как даже рад тебя видеть. Поднимайся. Осторожнее, болван! Но, Скара, я никогда не управлял такими штуками. Каждый должен делать свой вклад, Диндан. Помни, это все ради благих целей. Молодчина, приятель. Это и правда ради благих целей. Шейкс, ты пришел. И теперь стоишь рядом с парнем, за которым следил три недели. Эй, понимаю, изучать соперников не помешает. Ну, это смотря кому. Неплохо, приятель. Неплохо. Ну что, дорогие сторонники, один матч закончился, осталось двадцать три. Можете перекусить перед началом новой игры. Шейкс, ты будешь сырный или ананасовый бургер, а? Налетай, друг. О, спасибо. Хм, не важно. Но ты ведь обычно ешь оба. Я люблю двойные порции, но сегодня, эй, откуда ты знаешь? Читал в журнале. Да, я съедаю кучу калорий, потому что приходится много бегать. Но сегодня день легкий. Копишь энергию? Так вот в чем секрет твоей выносливости, да? О, тебе только расскажи. Могу взамен научить тебя моему велосипедному удару. Серьезно? Слово страйкера. Ну хорошо. В общем, все просто. Нужно следить за тремя вещами. Позой, дыханием и шагом. Бежать нужно с прямой спиной. Представь, будто тебя тянут за макушку. Что до дыхания? Оно должно быть ровным, глубоким. Дыши животом. И, наконец-то, шаг. Следи, чтобы нога находилась под твоим центром тяжести. Вот и все. Ха, ты смотри, они теперь лучшие друзья. Ага. Шейкс, нельзя дружить со своим соперником! Да, Макс, где твоя верность? Идем. Извини, но я на один матч. Что? Зачем переутомляться перед важным матчем? Ты не уйдешь! Извини, друг, я должен... Динган! О, нет. Ребята, пожалуйста, помогите! Каждый сам за себя! Шейкс, помоги же мне! Держу, друг. Ну же! Прыгай! Ты спас мне жизнь, Макс! Ты тоже меня спас. Правда, немного жаль. Я только начал наслаждаться видом. Эй, осторожнее вы, придурки! У нас тут легкие травмы, ясно? Ну так что, может, выполнишь свою часть сделки? Ах, да, моя коронка. Все проще, чем кажется. Прыгни с бьющей ноги, наклонись назад, параллельно земле и... Бей! У тебя есть только одна попытка. Не профукай. Меня папа научил. А твои родные играют в футбол? Да, даже моя бабуля, если считать SL-4000X, она там профи. Решила оставить свою затею? Помнишь свою теорию о высотных тренировках в Гималаях? Что, ошибался? Его создали сумасшедшие ученые! Ну и бред! А мое любимое-то, он просто пьет много кофе. На самом деле, все не так. Макс поделился со мной секретом. Тут главная поза, дыхание и шаг. Так вы с ним теперь лучшие дружки? Они делятся секретиками, смотрят вместе на закат и все такое. Эй, Шейкс, а это кто? Мой отец. Он был крутым футболистом. Ну ладно, парни, покажем Максу Пауэру, кто тут чемпион. Отлично! В честь нашего единства предлагаю всем приклеить тату друг к друга. Спасибо, но я откажусь. Нет, извини. Почему Макс едет в лимузине? Это ведь у меня травма. Я заслуживаю особого отношения. И помни, после того случая на парящем поле, Шейкс думает, что вы подружились. Веди себя дружелюбно. И он ничего не заподозрит. После эпической катастрофы на мероприятии Скары, Шейкс и Макс Пауэр прославились своим здоровым соперничеством. Ох, и это не называется пермичеством? Где ярость, ненависть, подлые удары в спину. Ага, никаких шуток над его прической или его коллекцией спорткаров. Какой в этом смысл? Лицом к лицу! Нос к носу! Бутс к бутсу! Никто не может их разделить. Вопрос в том, кто получит статуэтку. Супер-страйкеры наращивают атаку от защиты. Твистин-тайгер идет по правому флангу. А Шейкс нашел свободное пространство. Коронный удар Шейкса! Что ты скажешь? Спасибо моему отцу. Отцу? Оу, а так он тоже играл в футбол? Да, я же говорил тебе тем вечером. А, точно. Моя семья тоже играет в футбол. Ага, ты тоже говорил. Клаус, у тебя остались еще тату? Да, конечно. А сколько тебе нужно? Нет, мне только одно. Эй, Макс, ты хорошо играл. Жаль, только не забил. Может, мы и подружились с Шейкс. Но на поле мы... Эй, что за дурацкая татуировка? Клаус нас с ними уже достал. Они такие тупые, и это хуже всех. Шейкс, я думал, с твоей одержимостью покончено. А как же все эти россказни про позу и дыхание? По крайней мере, это логично. Он хотел сбить меня со следа. Ты обиделся, что ему не понравились обнимашки? Я налепил на него тату. Супер! Это ведь все объясняет. Так, короче, смотрите. Вы видите? На этой фотографии он бьет правой ногой, а на этой фотографии левой. И смотрите! Всю еду он берет двойными порциями. И он ничего не помнил о том, что я рассказывал об отце. Понимаете? Это два разных человека. Двойные порции. Шейкс, я вообще ем обычно за троих. А я не запоминаю все твои эмоциональные воспоминания. И, Шейкс, ты ведь сам бьешь как с правой, так и с левой. Забудь ты про Макса. Да, и о статуэтке тоже. Главное для нас – выиграть матч. А если у Макса не будет тату во втором тайме? Ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что? Сделаем это. Видишь? Он прикрывает руку. Потому что это другой Макс. Это и правда немного странно. Я подберусь к нему и задеру рукав. Оставь его защитникам! Шейкс не отлипает от Максу Пауэра. Здоровая конкуренция превращается в нездоровую. Вот так мне нравится куда больше. О, вот теперь-то Макс раскроется на полную. Его выносливость начала проявляться. Гол! Невероятная выносливость Макса принесла свои плоды. Может, у нас и получится подружиться? Макс, ты легенда! Нет, Скара, это ты легенда. О, опять? Надеюсь, мой новый друг даст мне потом забивать. Но Шейкс все так же не сдается. Он явно хочет стать лучшим игроком этого матча. Что ты делаешь, Шейкс? Что? Пришлось долго оттирать. Но у меня получилось. Думаю, что мой отец тобой бы гордился сегодня. Они используют промышленный клей, который не стирается. Я буду скрести руку минут двадцать. Соцените мою ногу. И мою спину. Шейкс, забудь ты о Максе. Пусть уже выиграет приз. Что такого? Коу-джо, мне! У Шейкса еще остаются силы Мак. Может, он сохранял их на последние минуты? Но сможет ли он оторваться от Макса Пауэра? Давай, Шейкс! Шейкс обрывает победную серию Макса. Это мы посмотрим. Ха-ха! У тебя получилось! Не зря ты проводил расследование. Уделал их! Это еще не конец. Мы все еще можем выиграть. Эээ... Что? Эй! И лучшим игроком матча объявляется Шейкс! Спасибо! Это такая честь, но я не смог бы этого сделать без моего друга и соперника, который не давал мне прохлаждаться. Он вдвое лучше меня. Макс Пауэр, выходи, приятель. Этот приз по праву твой. Что за неудачник? Даже победу принять не может. Ха-ха-ха. Эээ... Поддержим его, он стесняется. Макс Пауэр! Макс Пауэр! Ну же! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Помогите! Я здесь! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Макс Пауэр! Сейчас? Да. Ну, как скажешь, приятель. Ах! Макс Пауэрк! Да куда он пропал? Макс Пауэрк! Шейкс, твое выступление окончено! Поверить не могу Ах, да ладно! Шейкс был прав! Держи, спасибо Отвали с короткой Улыбчивая мордаха теперь ваш новый любимчик? Никто не должен знать Не волнуйтесь, босс, у меня все под контролем Близнецы? Что ж, отличный план, убийцы Нужно было предупредить меня! Один приз на двоих Отдай мне, бро! Он мой! Шейкс, похоже, ты выиграл приз И сам матч Не верится, что этот кретин чуть меня не затмел Да, ох уж этот молодняк! Никого не хотят слушать! Наверное, ты что-то не так понял, хвостатый Мы с тобой не друзья Я в курсе, но Держи, подарок! Не стираются! Спасибо, Клаус Соперничество помогло Я стал играть куда лучше в тренере Конечно, но я знаю ребят, которые помогут играть еще лучше Друзей близко? Врагов еще ближе! А товарищи по команде ближе всех! Только не после полутора часов игры в футбол Я его на дуру беру свою подвышку Девушки отдыхают Отличный гол, но матч окончен Уходим отсюда Я удивлен, что мы смогли победить Матч был непростой Да, не будь с нами блока, они бы нас порвали Лучше бы они порвали его нелепую футболку О, да ладно! Вот блин, моим волосам это не понравится В чем дело, ребят? Плохие новости В Дубаях 40 градусов! Султаны доминируют в жару На родном поле никто их не остановит Да ладно! Победили Айронтенк в холод Одолеем и султанов в жару Не одолеете Я хочу перенести матч Да ладно! Свод правил Суперлиги гласит Если температура воздуха выше 35 градусов Матч нужно перенести Да ладно! Вряд ли все так плохо Видите? Тут даже слегка прохладно Хорошая попытка, Шейкс Суперстрайкеры Непогода Суперстрайкеры Отложить матч? Но мы так долго летели Фанаты будут в ярости Стойте, тренер Похоже, вы смотрели не тот прогноз Потому что у самого популярного метеоролога в мире Сани Хейлстрома другое мнение Если вы идете на завтрашний матч Султанов и Суперстрайкеров На стадионе Голиаф Вас ожидают комфортные 25 градусов Стоп! Что? Ну там же вроде 40 Куда там 25? Лучше поверьте на слово Лучше поверьте на слово Он всегда так говорит Что еще за Сани Хейлстром? Он вообще метеоролог? Я думал он просто, ну Читает текст суфлера Он еще не ошибался с прогнозами И он ничего не боится Да, смотрите Настоятельно рекомендую вам оставаться дома Эта гроза с полей И тропическим циклоном невероятно опасна В такую погоду на улицу выйдет Либо полный дурак Либо легенда! Легенда? Кретин О, ну и ну, ребят Какие здесь 25? Вот тебе и домашнее преимущество Тепло приветствуем вас на стадионе Голиаф, ребята Духота! Духота! Мои волосы этого не выдержат Не волнуйтесь так о своих волосах, мистер Эль Матадор Рад, что ты согласен со мной, шейх 40 градусов – это жарковато для футбола О, нам не придется отменять игру, тренер Мы к этому специально подготовились Так значит, тут есть кондиционеры? Саня был прав Может, он и не кретин Но откуда он мог знать? Оттуда, что это моя работа Саня Хейлстром, к вашим погодным услугам Саня будет следить за температурой во время первого матча с кондиционерами Вау Я знал, что ты станешь фанатом Санни, шейхс Да я не про него, Клаус, а про стадион Он потрясающий Провести вам экскурсию Да, это круто Добро пожаловать на поезд Глеоффер Мы отправляемся на экскурсию по арке. Гигантский купол накрывает крышу и защищает стадион от суровых погодных условий. Наши профессиональные наблюдатели постоянно следят и поддерживают работу системы. Линия кондиционеров вдоль арки позволяет настроить комфортную температуру. Так мне и моим волосам нравится больше. О да, вершина роскоши — это полный контроль. Крако, ты не посмотришь! Это скорого! Извините, я всегда так делаю с новенькими. Как вам биться высоты птичьего полета на самый большой стадион на свете? Знаешь, в чем секрет, Шейкс? Я не меньше других боюсь тех тропических штормов. Но если ты избегаешь своего страха, становится только хуже. Вот так экскурсия! Этот стадион на порядок круче остальных. Шейкс, вы не перестаете удивлять. Да, но после такого меня уже вряд ли удивишь. Какая красота! Крак! Теперь я знаю, что вершина роскоши — это контроль. У-ху-ху! У-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху! Увидимся завтра на поле, супер-страйкеры. День матча на стадионе «Голиаф». Первый матч с новыми кондиционерами Шейха. И для измерения температуры во время матча сюда приехал самый храбрый метеоролог Санни Хейлстром. Ты его горячий поклонник? Не, слегка охлажденный, Бренда. Но если температура станет слишком высокой, матч могут отменить. Что ж, друзья, благодаря передовой системе охлаждения на стадионе «Голиаф» комфортные 25 градусов. И лучше... Лучше поверьте на слово! Смогут ли султаны быстро взять преимущество в этом матче? Ну, защитники супер-страйкеров против. Как видим, сломить блока не так-то просто. У-у-у, и теперь парни в красном контратакуют по центру. Это было близко. Температура на стадионе уравнивает шансы команд. А с течением первого тайма... Темп игры команды гостей замедляется. Не говори! Я так больше не выдержу! Мои волосы так больше не выдерживают! Что за дела, рефери? Очевидно же, что стало жарче, чем было. Сообщите температуру, мистер Хейлстром. Все те же комфортные 25 градусов, друзья! Но... Пожалуй, стало прохладнее. Ты слишком разгорячился. Наверное, из-за поражения? О, да... Мне нравится играть на этом стадионе. О чем ты говоришь? Мы проигрываем 1-0! Все равно круто! Система охлаждения явно не работает, как обещалось. Да! Не система охлаждения, а система обдурения. О, посмотрите на мой стадион с кондиционерами! Совсем нас за дураков держит! Ну все, я схожу в комнату управления. Ни в коем случае, Шейкс! Рефери принял решение. Ты сам говорил, Шейкс! Мы не сможем победить султана в жару, но мы должны держаться вместе. Будем держаться вместе! Прямо как мои ягодицы! Да, и мои тоже! Это все из-за дороги плавятся! Слезмо, зеркальце, скажи. У кого самые прекрасные волосы? У Эль Матадо... Шейкс! Бро! Ты что, в облаках витаешь? Забыл душ выключить! Позаимствую немного муса у Шейкса. Его волосам все равно ничего не поможет. Похоже, супер-страйкерам удалось собраться. Но смогут ли они держать темп? Признавайтесь, Шейкс, что это у вас там за спиной? Что ты делаешь, Шейкс? Забудь ты о нем! Нет, капитан, я все понял. Вершина роскоши – это полный контроль. О чем ты говоришь? Шейк, он... Держи его! Шейк, стой! Разогревайся, Клаус! Но мне уже и так жарко, треяло. Тогда бегом на поле! Очень умно, Шейкс! Вы управляете температурой, чтобы получить преимущество. Прошу прощения, о чем это ты, Шейкс? А сейчас вы снова ее понизите, чтобы Санни заявил, что на стадионе комфортные 25. Ох, раскусил. Но, к сожалению, теперь это не мои круг дела! Ха-ха-ха-ха-ха! Стоит признать, он храбрее, чем я ожидал. 40 градусов? Вы с ума сошли? Вы же обещали, что будет 25! Возникли кое-какие трудности. Пульт управления у Шейкса. А, ну тогда он снизит температуру. Думаешь, он вернет 25 градусов? Брось! Он может опустить ее до 21, а то и до 19! Но... Тебя сочтут обманщиком, мошенником, настоящим посмешищем! Это же моя репутация! Лучше поверь мне на слово. Давай, Шейкс, мы еще можем победить! Добро пожаловать в набор поезда Гляза. Есть! Начинаем экскурсию вокруг стадиона. А-а-а! О-о-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о, о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Ха-ха-ха! Думаю, здесь чуточку теплее, чем говорит Санди. Я и сам это чувствую, Бренда. Что ж, жара явно играет на руку султанам. Да! Ладно, вы сможете, парни. Отлично! Пора отыграться, парни! Да! Работает! Санни? Что вы делаете? Скорее, Шейкс! Впусти! А? Шейкс! Помоги! Спасибо за твою глупость. Глупость? А как тогда называется то, что ты помогал Шейху врать? Да брось! Я бы никогда не сообщил неправильную температуру. Но теперь, когда вы с Шейхом затеяли эту глупую борьбу, я должен взять контроль в свои руки. А-а-а! В матче начались настоящие американские горки. Суперстрайкеры показывают свои классические приемы. В их исполнении это выглядит так просто. Жара закончилась, Шейкс! Теперь нас ждет резкое падение! На! Забирай его, ненормальный! Ха-ха! А? А-а-а! Ты! Мир доверял тебе, Санни! А-а-а! Именно поэтому! А-а-а! Я прошу тебя быть послушным мальчиком и отдать мне пульт! Поверить не могу, что люди слушали твои прогнозы! Ты худший синоптик на свете! Да как ты смеешь? А-а-а! А-а-а! Помогите! Ты это слышал? Как будто кто-то кричал о помощи где-то издалека. Хм. Бред! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, ты ошибаешься на мой счет. Людям нужно не просто знать прогноз погоды. Они хотят убедиться, что будут целы. Бураны, торнадо, штормовые ветры. Люди хотят чувствовать себя в безопасности. Так что я не просто какой-то синоптик. Я дарю людям душевный покой. Мне кажется, бронда или как-то похолодало. Мак, пошел снег! А? Вперед! Давайте покончим с этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Блок! О-о-о-о! Мои прогнозы погоды делают людей счастливее, Шейкс! И я не позволю какому-то желторотому футболисту у меня это отнять. Крутая речь, Санни. Что ты делаешь, Шейкс? Помнишь, ты говорил о страхе? А? Если избегаешь его... Нет! Нет, Шейкс! Не надо! Станет только хуже. Это вам за мою испорченную прическу. К сожалению, слишком поздно, Супер Страйкеры. А? А-а-а-а! А-а-а! Легенда! Нет! Нет! Нееет! Ребята, в укрытие! Ты можешь это остановить? Единственный выход – это открыть купол! Ну, так открой! Ну все, это уже слишком. Матч отложен из-за непригодных условий. Как вы обнулили счет? Знаете, как у нас говорят? Вершина роскоши – это контроль. Смотрите на вещи позитивнейших. Ваша гольф-машинка уцелела. Привет, ребята. Слушайте, а кто-нибудь видел Санни? Привет, ребята. Похоже, мой прогноз был не совсем точным, но... По крайней мере, Снежная Буря сделала матч на порядок интереснее, верно? Ты отстойный! Стойте! Я все исправлю! Моя карьера конец! Лучше вам в это поверить! Ладно, ребят, поехали отсюда. Последние минуты напряженного матча на Страйкерленде. Зыбучие пески и новая тактика султанов не позволяют суперстрайкерам забить ни одного гола. Твистим, Тайгер. Давай кое-что попробуем. Мы с Эль Матадором оттянем защиту назад и откроем прореху в их зыбучих песках. Тогда ты отдашь нам мощную передачу. Тайгер отдает пас. Но форварды упускают свою возможность. Султанов вбрасывают, и Дюваль не хочет лепить. Мяч попадает в ноги к Зуму. Какая молниеносная контратака! Гол! Капитан Султанов вырывает победу для своей команды! Еще один матч в сухую благодаря зыбучим пескам, тренер. И все же Твистим Тайгеру удалось сделать передачу через нашу защиту. Если Шейкс придумает, как ее завершить, нашей тактике защиты конец. Но, Шейкс, я и так стараюсь. Что еще мне нужно сделать? Уверен, ты что-нибудь придумаешь, Дюваль. Мы были так близки к тому, чтобы пройти их защиту. Может, примешь на голову? Пробовали. Тайгер, сделаешь передачу выше? Дюваль всегда перехватывает мяч в воздухе. Клаус, велосипедный удар? Но я не успею. Это ты уже говорил. Забей, Шейкс. Да. И убери свой зад от моей машины. Я сваливаю. Мне жаль, что так вышло, Бруно. Что вы до сих пор тут делаете? Кое-кто стал немного одержим зыбучими песками. Ребята, вам нужно перестать об этом думать. Может, вам нужен перерыв? Перерыв? Серьезно? Как насчет остановки по пути в Дубаи? Видели пирамиды? Пирамиды? Что, в Египте? Офигенно! Как же круто! Египет, значит, в таком месте кто угодно может легко затеряться. Да! И не говори, Блок, поскорее бы прокатиться на Дюна. Прокатиться? Сэндбординг, Шейкс. Это как серфинг, только в пустыне. Идемте сперва на пирамиды. Там полно змей, смертельных ловушек и мумий. Клаус, величайшие секреты Египта заключены в иероглифах, а не в мифах. Бросьте. Что может быть круче секрета красоты? Клеопатры. Сделаем маски из меда диких пчел. Ну уж нет. Сначала сэндбординг. Музей! Музей! Везде не успеем. Времени не хватит. Каждый может заняться тем, чем хочет. Главное, доберитесь завтра до Дубая. Спасибо, тренер. Если что, пишите в группу. Какую группу? Только не очередная группа в чатске. И так сообщений полно. Не бурчи. У них даже есть гефки с нами. Они называются джифки, тренер. Вообще-то они называются гифки. Какая разница? Все эти мемы такое неактуальное старье. Кто придумает новый лучший мем, тот победил. Классная идея. Ну ладно, тогда держитесь. Шейкс! Запрыгивай, Шейкс. А то тебя так кто-нибудь забьет. Спасибо, что выбрали турагентство Анубис. Наша первая остановка... Нет, не могу. Не могу делать вид, будто нет ничего такого в том, что здесь суперстрайкеры. Это невероятно. Меня зовут Сальма, и я повезу вас куда только захотите. А можете отвезти нас туда, где есть мумии, например? Или в музей с древними артефактами и иероглифами. Я знаю место, которое понравится обоим. Недавно открыли гробницу фараона Немезиса Третьего. Туристов туда не пускают, но моя тетя археолог. Попрошу ее провести вам экскурсию. Эй, а нам тогда что делать? Да! Место закрытое для туристов мы тоже хотим. Да, я тоже хочу увидеть гробницу. Потому что я обожаю тайные потаенные места, где можно просто в одно мгновение исчезнуть. Ладно, все на борт. Добро пожаловать в гробницу фараона Немезиса Третьего. Фараонов было принято хоронить с их самыми ценными вещами. Сопровождение в загробную жизнь. Разве это не здорово, Клаус? Тетушка Сальмы так много знает. Профессор Назари, как думаете, мы увидим здесь ядовитых кобр, мумий или любые другие опасности? Единственная опасность здесь это доктор Бадови, глава комиссии по реликвиям. Он постоянно наблюдает за гробницей и артефактами, которые мы находим. И у него строгие правила. Ничего не трогайте! Ладно? Иероглифы гласят, что этот неизведанный туннель ведет к величайшим сокровищам гробницы. Ничего себе! Копья? Ловушки? Ого! Ого! Осторожно, малыш. Вряд ли ты хочешь тут заплутать. О! Новые мемы от парней. Сэндбординг. Экстремально. Мед диких пчел. Моя кожа никогда не чувствовала себя. А-а-а! Могни, дай муравьи! Это место никуда не гробница. Ха-ха-ха-ха-ха! Я знал, что перерыв пойдет им на пользу. Так. А здесь у нас стена секретов. Ого! Иероглифы, которые еще не до конца расшифровали. Но в Древнем Египте были не только наука и искусство. Наши предки в том числе знали, как веселиться. Э-э-э... Думаю, это именно то, что нам нужно против солдата... Э-э-э! Никаких вспышек! М? Мумия! Не мумия. Хуже. Египетская комиссия по реликвиям. Я предупреждала. Искусственный свет повреждает хрупкий известняк. Так что никаких фото. Ладно, ладно. Господи. Эй, ты не против, если я это одолжу? Хе-хе-хе-хе. Что? Э-эй, тот футболист только что сфотографировал иероглифы. А-а, что? Я же сказал, никаких фото! Но я-я-я же ничего не делал! Тогда что это? А-но... Комиссия по реликвиям относится к подобным нарушениям очень серьезно, мистер футболист. Вам придется объяснить это полиции. Идемте. Я не могу. У меня через пару дней матч в Дубае. Больше нет. Не нужно было делать вот этого. М-м-м... Показать бы Тайгеру. Э-э-э... Нет, простите. Что? Ну-ка, стой! Немезис явно не хотел пускать сюда воров. А-а-а-а... А-а-а-а-а... Сюда, Хорус. А-а-а... А-а-а... Никто не видел Шейкса Футболиста вашего? Он давно вышел Что? Правда? Наверное, ему было не так интересно в гробнице, как вам Было весело, но... Не было муви Было бы здорово увидеть ловушку, яму со змеями или стены, которые могут расплющить Но, похоже, это и правда всего лишь глупый миф Есть! Так-так, мистер футболист Похоже, ваши приключения подошли к концу Ладно, вы меня догнали, но поймать не сможете! Хорус, вот же ты трусишка Мы уже в пути, тренер! Секреты красоты Клеопатры будут раскрыты Есть какие-нибудь новости от Шейкса? Нет, это Шейкс А это Шейкс, когда добавляешь его в группу Чацки Не думай, что Шейкс просто нас игнорирует Возможно, он пропал и нужно его искать Да-да-да-да Шейкс все делает правильно Без этих ваших Чацки жизнь становится лучше Как скажешь, чувак, но это самая древняя реликвия, что я сегодня видел А? Почему мы остановились здесь? Бадови! Номер! Вот он! Нет! Простите! Все не так, как вам кажется! Теперь он крадет имущество комиссии! Трусливая ты морда! Быть не может! Сальма! Шейкс, привет! У тебя есть самолет? Я же говорила, доставлю куда он... Заводи двигатель! Заводи двигатель! Эй, чувак, тебе помочь? Полетели! Взлетай! Взлетай! Сегодня мне удалось избежать двух неприятных вещей. Чацки и гидроцикла. Ну что, может, расскажешь мне, в чем дело? В общем, все началось в гробнице. Кто-то подкинул мне это фото. А этот доктор Бадови загнал меня в тот туннель. Копья, ловушки, черепа людей, словно собака! Я спрятался в саркофаге. В общем, я должен отточить новое движение и успеть на матч с султанами. Что ж, Египет мы уже покинули. Это ведь хорошо. Да, теперь ты международный преступник. Хотя, это не главная проблема. Кончилось топливо! Придется сажать птичку. И куда ты приземлишься? Слышал, верблюдов называют кораблями пустыни. Тогда пески – это море. Так значит, Норд был прав. Сэндбординг похож на серфинг. Только на камнях! Арабская пустыня. Так прекрасно, но при этом так опасно. К счастью для вас, старина Бен готов к любой ситуации. Ладно, к этой я не был готов. Шейкс такой... Не бросай нас! Чацки что, удаляют неактивных членов группы? Может, у него лапки? Ребята, посмотрите. Ха, вот это самый смешной мем за сегодня. Нет, тренер, это взаправду. С ума сойти! Вот блин! Нужно брать! Но если поможем, станем соучастниками. Полиция нас всех арестует. К тому же, как мы ему поможем, если не знаем, где он? Нам остается только ждать. Ребята, тут сказано, он всего лишь сделал фото. Вряд ли у него серьезные проблемы. Четыре часа. Максимум пять. Хорус, похоже, наши беглецы нашли себе друзей. О, может, я теперь и знаю, что делать. Но мне нужно потренироваться, чтобы пройти зыбучие пески. И, похоже, моему верблюду нужно попить. Или поспать. Идем, мы почти на месте. Да ладно! Это то, что мне нужно! Супер! А я придумаю, как добраться до Дубаев. Встретимся через час. Ага, до скорого! Тебе и правда нужно поспать. О, и почистить зубы. Без мощного паса не получится. Мистер футболист. Ладно, доктор Бадави. Я сдаюсь. Бадави, никому не уйти от египетской комиссии по реликвиям. Эй! Только не снова. А тут реально высоко. Я внес Шейкса в список на игру. Если что, и заставит его объявиться. Это футбольный матч. Хорошая идея, тренер. Шейкс хотел придумать, как реализовать передачу Твистин Тайгра. Давайте и мы попробуем. Страйкеры, вы должны довести дело до конца. Хорошо, тренер. Сделаем это даже Шейкса! Да, даже Шейкса! Молодец. Хвалю за то, что продлил выходной Шейкса, Дюна. Мне понравилось в Египте. Я был одним из первых, кто увидел гробницу фараона Немезиса. Ага, конечно. Она еще закрыта для туристов. И мы должны в это поверить. Я докажу! У меня есть фото! Ладно, ребята, готовьтесь к передаче! Тайгер дает мощный пас! Но нападающие не могут принять мяч. Зум подхватывает передачу Дюваля. Он слишком быстро для Биг Бон. И султаны наказывают суперстрайкеров за ошибку в атаке. Ах, какой смысл? Не получится у нас обойти защиту! Какоже, что так? Шейкс! Мы так волновались! Что с тобой случилось? Тебе нужны секреты красоты Клеопатры. Яйцо крокодила. О, нет! Это отбрезка твоим волосам. Шафрановое масло для кожи. И кто-нибудь может дать ему свежую форму. Держи! Стоп! Я придумал, как обойти их защиту. Шейкс! Раста, помнишь экскурсию? Древние египтяне не занимались только наукой и искусством. Они еще умели веселиться. Иероглифы это, конечно, здорово. Но чем они нам помогут? В древнем Египте играли в футбол. Вот вам удар. Да ладно тебе! Это не сработает! Я это сделаю. Главное, чтобы Тайгер отдал мне пас. Мы уже пытались. Эпик фейл. Они забьют на контратаке. Вряд ли что-то выйдет, Шейкс. Я же говорил, что я ездил на экскурсию в гробницу с настоящим археологом. Видите? Нет, мы не видим. Опусти фотографии ниже, Дилда. Какой-то парень в шляпе и очках. Это мои шляпы и очки. Они у меня в шкафчике. Шейкс вернулся. И он дал второму Тайму второе дыхание. Но для того, чтобы пройти забучие пески, одного энтузиазма мало. Это он! Арестуйте его! Правило номер семь, девять, четыре. Никогда не прерывать матч. Ну же, Тайгер, ты должен отдать мне пас. Ты не готов. Ты пропустил все тренировки. Поверь, я за это время набегался. Ха! О-о-о-о! Давай мне пас! Ты хоть представляешь, каким тебе нужно быть гибким? Ничего, я и над растяжкой поработать успел. О-о-о-о! Ты извини, Жейкс. Отдай мне пас! На отработку движения нужны несколько дней. И это с нормальной поддержкой. О, поддержка у меня была. Ты отрабатывал движение в море? Не совсем. Давай, попробуем еще. Думаю, достаточно. Еще раз. Ну все, теперь точно все. Еще раз. Еще раз. Ладно, Жейкс. Но отвечать, если что, тебе. Да! Наконец-то запучие пески рассыпались, будто карточный домик. Ты хотел сказать, песочный замок? Это сработало. Да, я в тебе не сомневался. Шейкс, ты был прав. Твой удар, ты едешь. Это было впечатляюще, Жейкс. Ты их уделал, чувак. Спасибо, ребята. Но я так и не сказал, откуда у меня это фото. Похоже, теперь моя песенка спета. Мистер Футболист. Сальма провела небольшое расследование. Похоже, вас подставили. Тот парень в автобусе был Дювале? Да. Я нашла все вещи в его шкафчике. Мы их заберем. Это теперь наше дело. Правила 5, 2, 3, 7, 4. Не подставляй соперника в выходной. Тренер, это... Я в курсе. Уже добавил их в группу в Чацки. Летай, как бабочка. Жаль, как скорпион. Классика. Вы с Сальмой определенно выиграли наше соревнование. Я с этих новых мемов ржу не могу. Тренер, думаю, правильно произносятся мемы. Потому что вон фотка меня, 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 меня. Это я окунул пальчики в молоко. Я, меня, 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 меня. Да, похоже, Дюваль правда был в Египте. Что? Почему ему самое интересное? Некоторым везет больше других. Так, кто такой этот Гевин Бринкли? И почему он делает про нас мюзикл? Да, футбол и музыка не зачитаются. Все зависит от того, как ты играешь. Сэр Гевин Бринкли из чего угодно сделает мюзикл. Вы что, не видели мюзикл «Шипящий бум»? Сэр Гевин всегда досконально изучает предмет. Быстрее! Быстрее! Можем мы перейти к Дюш? Саш, приносим свои извинения. О, суперстрайкеры. Рад, что вы пришли на нашу генеральную репетицию. Конечно, без проблем. Скорее бы посмотреть. Надеюсь, будет не скучно. У нас тут вчера была пресса. И они были в восторге. Это будет очередной хит. Если кто-то там громко гриппнул гол, Это мир суперстрайкеров, это футбол. Что? Суперстрайкеры. Мюзикл-страйкеры. Суперстрайкеры. Я мяч ногой ударю. Футбол, все его знают. Флэм, да! И все мы вместе, как один! Вот шейкс, и он нам нужен! Он молод и послушен! Ого! С ним мы точно победим! С ним мы точно победим! Ах, наконец-то закончилось! О-оу! Но искать на поле места Начал я в далеком детстве Сынок, ты готов? Да! А ты? Ни один матч не пропустил И в девятку я точно бил Потому что верил ты в меня всегда Не расстанемся мы никогда Послушайте, ребята, я рад, что мы победили Но не время почивать на лаврах Ой, сейчас покажут меня А нет, опять облом Все меня на части рвут Секом футбол С отцом Готов? Да Ну а ты? Подловил Я всегда буду рядом, шейкс Как прекрасно! Начинаю использовать их образы в постановке Мне нужно их согласие? Слушайте, ребята, пусть сэр Гевин делает свою работу Нам нужно готовиться к матчу с Юнайта Я согласен с мужчиной в сером костюме Сделайте, как он просит Не бывает! Мы не дадим согласия Это просто ужасно Будто вы смогли бы сделать лучше Да, это гениально Пусть суперстрайкеры расскажут свою историю Это ведь они выходят на поле, чтобы забивать пасы Давать слэмданки и так далее Разумеется, я напишу музыку, но текст пусть придумают сами Любопытно Сможем верно подать историю? О, и сделаем более крутыми! Даже не обсуждается Да ладно, тренер, вы правда хотите, чтобы вас показали вот таким? Слушайте, ребята, можно и лучше А, минуточку вашего внимания, друзья Ладно, но пусть меня играет кто-то другой Седрик, ты уволен Нет, Гевин, эта роль могла стать для меня прорывной Шоу-бизнес Винс, ха-ха-ха, зацените Суперстрайкеры будут так заняты насвистыванием мелодий из мюзикла и раздачей автографов, что мы легко их размажем Возможно, но лишнее внимание может добавить им уверенности Что ж, компания Бринкли прислала нам билеты на вечер премьеры Можем попробовать ее для них испортить Я не против того, чтобы правдиво преподнести историю в мюзикле Парни, но нельзя забывать про подготовку к матчу Сто процентов Это музыка для моих ушей Сидите, моя служанка откроет Сэр Гевин Бринкли Матерь божья золотое фортепьяно Ой, да это фигня, чисто для показухи Можем это исправить Шейкс, может ты начнешь? Где я ошибся в твоей личной истории? Ну, во-первых, как отец мог ходить на все мои матчи, если он пропал на горе Килиманджаро, когда я был ребенком? А, понятно Мы с Джома и Винсом вместе играли в футбол Джома был самым талантливым Но он исчез до того, как смог реализовать свой потенциал Но он долгое время учил Шейкса играть и передал ему свой коронный удар Да, он научил меня всему, что я знал, ну, до шести лет Отлично, это любопытно Он научил его всему Учил отец меня Да Шнурки завязывал ему Еще научил Удару через себя Прыгай с бьющей ноги И свой шанс не упусти Но время-то уже прошло И мне уже не шесть Отец пропал давным-давно А я тот, кто я есть Молодец, Джейкс! Может, у нас и правда получится? У нас точно получится! Отлично, ребята! Видите? Так мы и продолжим Будем дописывать на ходу Импровизировать Ну, не вопрос, чувак Сделаем это Потрясающе Кто следующий? Я однажды осьминога победил Молодец, что не забыл А тайгер крутится юлой Зато все любят голос твой Браво! Наш капитан в подлодке плыл Мог с собою в схватке был Я люблю безумно, Штрудель Я послушный стал, как Пудель Спайк и Бигбой Рутые враги Джейкс у нас Легенда-чуваки Каждый из вас хорош Но в единстве сила Раз, два, три Мы сильны Лишь когда мы вместе Мы сильны Лишь когда мы вместе Хорошая работа Осталось дописать пару песен Знаете, я никогда не мог заставить актеров так же усердно работать О, нам не привыкать Внимание, парни Собирайтесь на тренировку Выезжаем через десять минут Теперь я понял, о чем вы Эээ, Шейкс Да бегу я уже, ребята Подождите вы К тебе тут кое-кто пришел Давно не виделись, Шейкс Оу, привет А вы кто? Я Я отец Шейкса Ладно, Джомо Как ты нас нашел? Вчера я читал газету И наткнулся на статью о вашем мюзикле Три звезды от Арти Фарти? Хм, с новыми песнями они поставят нам пять Упоминается детство Шейкса Да, много ошибок, но пока я читал Нахлынули воспоминания Случился инцидент, после которого я все забыл Горак или Манжаро? Шейкс сказал, вы там исчезли! Последнее, что я помню Треск и падающий камень Когда я очнулся, то был погребен под снегом И сильно обмерз И вы выжили! Легендарно! Похоже, я прокопал себе путь наверх По крайней мере, так мне сказал парень, который меня нашел Шейкс Прости, я ничего не мог вспомнить Но теперь я помню Так ты называешь эту стратегию «Воронка»? Да И? Мы начинаем атаку медленно С контроля центра, используя всю ширину поля Главное здесь – аккуратные пассы Полузащита идет по флангам Встречается в центре И после этого один из них отдаст пас Шейксу Воронка заканчивается на нем Удар через себя Ты ведь знаешь, кто его этому научил? Крутой удар, чувак! Да, отличный филиш! Это большая ответственность Справишься с ней во время матча? Конечно, не вопрос Ха! Молодец, сынишка! Классика! Удар в ноги! Ты хотел сказать «между ног» Наверное, у тебя в голове перемешались части игровой терминологии Но чего футболист никогда не сможет забыть Так это управляться с мячом Ну же, покажи нам, что умеет Джому Эй, что это значит? Предлагаешь мне выступать как цирковое обезьяне? Ты ничего не обязан делать Тебе и так досталось По правде говоря, я не могу играть, как прежде, после нападения львов на сафари Курак! Вы сражались с разъярённым львом? Нет, она просто защищала львят Я работал гидом и усадил туристов в джип Но во время этого повредил лодыжку Вы спасли людей! Это очень круто! А ещё есть история? Ну хватит! Продолжим тренировку! Это звучало не идеально, но есть над чем работать Ужин готов! Что? Я люблю, когда нарезано Это странно Даже я считаю это странным И зачем тебе не проливайка? И это старое одеяло Одеялка мне нужна, чтобы согреться А не проливайка, чтобы не пролить яблочный сок Эй, Джому Расскажите ещё историю о ваших путешествиях Да, точно! Ладно, но это скорее забавная история у донтиста Это было в тот день, когда Шейкс подбежал ко мне с криками Папа, папа, у меня тут выпал зуб Ох, видели бы вы эту улыбку Хватит! Пожалуйста, просто хватит! Я не знаю, кто ты такой Но мне кажется, тебе лучше уйти Ладно, я понял, что сильно навязываюсь И я готов уйти, если Шейкс не против Я... Прошу прощения Я... я поговорю с ним Десять? Но мистер Матадор не снимается в рекламе меньше, чем за двадцать Угу, ага Хватит мне вешать лапшу, Нил! Пересчитайте всё заново! Я хочу поговорить с Эллисон! Не помню ни одной игры Что были у меня Где на трибуне был бы ты Ну а на поле я Ты прости меня, сынок Что я тогда пропал Я никак Понять не мог Кем ты, папа, стал? Все дни рождения пропустил А я ждал тебя каждый год Но помню я, я не забыл А я тебя забыл, так что вот Молю, чтоб ты простил Я не хочу, чтоб ты грустил Можем всё начать с нуля Ты помнишь, как в моём авто Я сидел маленьким у руля? А помнишь, как учил тебя Тому удару через себя Да Прыгай с бьющей ноги И свой шанс не упусти Значит Воспоминания ещё Все живы у меня Давай всё начнём с нуля Давай всё начнём Давай всё начнём с нуля Хм, ты круто играешь на гитаре Как и ты на клавишах Может, это семейная? Я пойду Но мы ведь увидимся на премьере, да? Ни за что её не пропущу Шейкс вот-вот разрыдается Что ж, ты отлично сделал свою работу Спасибо, что дали мне много информации Наверное, вы дружили с его отцом, да? Сам знаешь, как говорят Держи друзей близко, а врагов ещё ближе Хе-хе-хе-хе-хе Ну, ладно Нужно спускаться Не хочу пропустить начало Ты не будешь смотреть выступления Бери деньги и сваливай с города Но я сказал Шейксу, что приду Обещать можно что угодно Стойте Хорошо А теперь слушайте, ребята Давай всё начнём с нуля Мы сильны, лишь когда мы вместе Мы сильны Мы сильны, лишь когда мы вместе Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да, мне прям в футбол поиграть захотелось. Скорее бы завтра одолеть Инвинцибл Юнайтед. А, Шейкс? Ох, пидолага, Шейкс. Папочка тебя подвел? Ну ничего, по-настоящему он разочаруется, когда увидит завтрашний счет. Все идет четко по сценарию. Ура! Молодцы! Ура! Ура! Шейкс, первый день матча в Стрекерленде. И сцена готова к эпическому выступлению. Своим мюзиклом Супер Страйкеры произвели фурор. Но смогут ли они сделать это на поле? У полузащитники идеально проходят центр поля. У Джо делает передачу к воротам. Теперь дело за Шейксом. Ну же, бей по воротам, Шейкс. Но ему не хватило высоты в ударе через себя. Помочь вам еще чем-нибудь? Вызовите такси до аэропорта. Конечно, сейчас я. Комната 5.14? Вам сегодня кое-что пришло. Билет на футбольный матч. Шейкс прислал его лично. Мы все еще можем начать с чистого листа. Это не для меня. Вас зовут Ниджома? Просто вызовите такси. Тренер, пожалуйста, замените меня. Я все порчу. Прости, но ты должен постараться, Шейкс. Шейкс, ты где? Что, уже не берешь высокие ноги, Шейкс? Дома, посуй мне. Вы в этом уверены, тренер? Похоже, ему сейчас тяжело. У Шейкса проблемы с уверенностью в себе. Если его заменить, станет только... Чувак, если у тебя нет настроя, ты не сможешь хорошо подпрыгнуть. Но ничего страшного, мы все понимаем. Да, нам жаль, что твой отец не пришел. Он не мой отец. Мой отец пришел бы, верно? А я ему даже билет на игру прислал. Вот дурак. Шейкс, к тебе посетитель. Ты получил мое сообщение? Извини, Шейкс, но я не твой отец. Что? Чувак, начинай говорить и живо! Я обычный актер. Меня наняли сыграть роль. Кто тебя нанял? Это были ребята из Инвинсибл Юнайтед. Они мне все рассказали о Джома. Стоило догадаться. Единственный, кто знал Джома лучше меня, это Винс. Что, и Винс были друзьями? Шейкс. Мы сильны. О, привет. А вы кто? Никто, Клаус. Он уже уходит. Слушай, я знаю, я для тебя посторонний, но будь я твоим отцом, я бы очень гордился. Очень жаль. Надеялся, что у нас следует твой музыкальный талант. А, да я всего пару аккордов знаю и импровизирую. Сэр Гевин одобрил бы. Знаете, мы ведь тоже можем импровизировать, да, ребята? Блок, задарим. О, я понял, что вы задумали, ребята. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Прыгай с плющей ноги и свой шанс не упусти. Вы трое, закройте Шейкса. Скоро прозвучит финальный свисток, а счет равный. Сможет ли одна из команд забить решающий гол? Как предсказуемо. Он летит к мячу, но его блокируют. Защитники упускают из виду Эльмадоора. Так держать, господин Матадор. Что это вообще за удар через себя? Иногда нужно импровизировать, приятель. Да, кто забил решающий гол? Теперь я вижу мюзикл про Эльмадоора. А как насчет мюзикла про горничную Гарсию? У меня хорошее предчувствие. Слезы так и наворачиваются. Любопытно. Но я требую гонорар. Что? Мы договаривались. Обещать можно что угодно, верно? Эй, спасибо, что сказали об отце. Вот бы он тебя сегодня видел. Да, похоже, пора это принять. Он уже не вернется. Ха, бедняга. Никогда не увидит своего отца. Ну, иногда врагов нужно держать близко. А иногда очень-очень далеко. Так вы знаете, где его отец?